Добрый день, друзья! Новостей много, движуха со всех сторон, а времени очень мало. Во-первых, порадую часть своих подписчиков, которые спрашивали меня, куда пропал один известный оппозиционный канал. Для вас хорошая новость! Вчера нам удалось с автором пообщаться вживую, и через месяц, 15 ноября, канал возобновит вещание. Во-вторых, мне тут на почту написали развернутое аргументированное письмо по теме пропагандистов. Речь о том, что хватит уже рассказывать об этих Киселевых и Соловьевых, от них и так тошнит. Друзья, вы напишите в комментариях, какие темы для вас наиболее интересные, на что делать акцент. Вот сейчас у меня заготовки на десяток роликов, новости отобранные по несколько штук. Нужно выбрать, что сделать раньше, что сдвинуть в конец очереди, при этом есть шанс, что часть тем устареют и никогда уже не увидят свет на нашем канале. В общем, помогайте, выбирайте, что для вас интереснее, и ставьте лайки под теми комментариями, которые отражают вашу позицию. И сегодня у меня для вас аж 4 хороших новости. Мне кажется, это то, чего нам всем не хватает. В Самарской области суд отменил установленный министерством ЖКХ мусорный тариф. Ребята, они отменили нереальный мусорный тариф в своем регионе. В этом деле большую роль сыграла работа КПРФ, за это получают плюсик. В одном из ближайших роликов расскажу, за что получают минус. Рассмотрение исков в суде длилось полгода. За это время было проведено две экономических экспертизы тарифа и десяток заседаний. В итоге, в ходе заседания, исковые требования истцов поддержала прокуратура Самарской области. Не обоснованными были признаны расходы на арендную плату, обслуживание онлайн-касс, штатную численность и самая большая составляющая тарифа транспортная. То есть представьте себе, что входило в этот тариф. Онлайн-кассы, штатная численность, то есть они там набирают кучу людей и за все это должны платить обычные граждане. И транспортные услуги. Ребят, они увидели, что идет массовый грабеж, организовали с участием профессиональных политиков, которые знают, с какой стороны за это дело взяться, и выиграли в суде. Вот это отличный пример работы Народной партии. Эта работа должна провестись в каждом регионе. У вас в регионе уже разобрались с мусорным тарифом? Что в него входит? За что вы платите деньги? Вторая новость. Верховный суд РФ признал незаконным указ губернатора Колымы о поощрении государственным служащим. История такая. Губернатор решил подкинуть чиновникам деньжат. Аж двойную зарплату за какие-то неясно какие поводы. В любой момент захотел, выплатил двойную. Прокуратура сразу же протестовала, но губернатор и суд решение продавили. В итоге уже в Верховном суде было обосновано, что это бред и нельзя так деньги раздавать. И что вы думали? Сейчас уже в интернете проплаченная газетенка пишет, что губернатор не собирался деньги раздавать. Наоборот, он хотел зарплаты урезать, покарать рублем. А вот если работает чиновник прекрасно, вот тогда можно ему премию до уровня нормальной зарплаты повысить. Сам заголовок. Губернатор по-прежнему считает, что невыполнение каждым чиновникам задач должно наказываться не только методом общественного осуждения, но и рублем. Ловко переобувается. А сама новость вполне позитивная. Третий материал – это просто какой-то социализм. Министерство финансов наконец-то, наконец-то ужесточит налогообложение обеспеченных россиян. Сейчас, чтобы утратить налоговую связь с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Как отмечает РБК, ряд предпринимателей пользуются этим, чтобы не отчитываться об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. Министерство финансов планирует обязать платить налоги граждан, которые провели в стране хотя бы 90 дней в году, то есть в два раза меньше. Было 183, а теперь 90. И здесь имеют дом, бизнес и личные контакты. То есть, теперь от налогов богатым будет сложнее бегать. Провел в России не полгода, а хотя бы три месяца. Значит, платишь налоги тут, отчитываешься о своих активах зарубежных. И да, в этом наконец-то есть социальная справедливость. И если правительство решило делать из людей новую нефть, выжимать деньги, доить, так пусть страдают не только бедные, но и богатые. Чиновникам вообще хорошо бы основить формулу Парета и делать упор на 20, а то и на 4% самых обеспеченных граждан. Ну и развивая тему налогов. Пятая новость. Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников. По словам спикера Совета Федерации, льготы – это инвестиции государства, а не преференции для избранных. Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу. Льготы – это инвестиции со стороны государства, а не преференции для избранных, что часто происходит на практике. Однако мы видим, что за последние 5 лет произошло почти двукратное увеличение льгот, предоставляемых нефтяным компаниям. При этом нет ни сопоставимого прироста инвестиций, ни ощутимого снижения зависимости отрасли от поставок импортного оборудования. С другой стороны, не всегда потенциальные налоговые стимулы используются на практике, такие, например, как инвестиционный налоговый вычет. Министерство финансов на практике блокирует эту возможность для небогатых регионов, и инвестиции перетекают к более успешным соседям. А что же делать дотационным регионам? Нужно подумать, как сделать этот полезный и стимулирующий механизм более универсальным и доступным для всех субъектов федерации. Прикол в том, что она на самом деле это не просто так сказала. Идею подал сенатор от Хакасии, который высказался именно в этом же смысле. Длинное, но очень интересное выступление. Наслаждайтесь. Хочу, чтобы как можно больше выскользились с мест людей. Пожалуйста, представьтесь. Да, пожалуйста, вам слово. Штагашев Владимир, председатель Верховного Совета Республики Хакасия. Мордовия, Кострома и Хакасия уже звучат во всех залах. В Думе здесь уже года три. И Антон Германович выступает, и все остальные товарищи, замы там, и помы, и министры, и все остальные. Хватит уже позорить эти субъекты. Остановитесь. Ну, остановитесь. Вот счетная палата сегодня их назвала, там еще кто-то называет. Я напомню, что в Хакасии добывается доходов 250 миллиардов рублей. Бюджет собственных доходов 21 миллиард. Не потому, что мы не имеем ПСБ, мы не имеем госналогслужбы, мы ничего не имеем. Если хотите, чтобы мы самостоятельно это осуществили, это мы можем сделать. Но это тогда будет другое дело. Это будет анархия в стране. Поэтому надо всем органам, которые этим занимаются, заняться серьезно. Я просто напомню, чтобы понимаете, почему это уже достало все. Сына Шушенская ГЭС вырабатывает электроэнергию как 22 дни прогресса. 22 дни прогресса нам больше бы ничего не дало, прокормили, развили бы всю Хакасию. А он платит налогов меньше, чем маленький пивзаводик. А поскольку КГН, кто эту придумал аббревиатуру, консолидированные группы налогоплательщиков, каким законом она определяется сегодня в стране? Придумали. Либо их ставят в офшорах этих КГН, либо здесь, в центре где-то, или там, где нужно было. Надо это все остановить, иначе мы бы еще долго. Второе. У нас есть угольные компании. Они добывают около 30 миллионов тонн угля. Это второй регион после Кузбасса. Понимаете? А платят налогов, опять же, на прибыль меньше, чем пивзавод. Они добывают и все продают за рубеж. И оставляют лунный ландшафт. Поэтому самое главное, с помощью федеральных законов они уходят от налогов. Я уже говорил два года назад. К сожалению, ну пальцем не пошевелил никто. Ни федеральное собрание в лице двух палат, ни правительство Российской Федерации. Я направил все документы, рассказал, как приняли незаконно, в кавычках, эти законы, и как они действуют. И сегодня многие компании уклоняются от уплаты налога. Самого главного, налога на прибыль. А все остальное, это слезы Ярославные на китайской стене. Знаете, о чем ведь? Мы добываем денег в 10 раз больше, чем наш бюджет. Но мы их не получаем. Заставить мы не можем. Поэтому еще раз, считайте это моим официальным заявлением. Во все органы, кто должен заниматься. Обещали помощь и госналогслужбы, и ФСБ, и все остальные. Вот бабку Степаниду, которая без лицензии семечки продает, и воська поднимут, и бронежилеты оденут, и все поднимут. А этих мошенников, которые уводят, Россию грабят на миллиарды рублей, на десятки. Хакасию на 10-15 миллиардов в год грабят. Владимир Николаевич, очень правильно подняли вопросы. Мы договоримся с Антоном Германсовым. Он даст персональное поручение. Послушайте меня теперь. Он даст поручение. Все, Владимир Владимирович, прошу поручения. Ну. Надо записать. В рекомендации показать финансы. В Мордовии. Костромской области и Хакасии. Позорище, если у них государственный долг свыше там 100% их собственных доходных частей бюджета. Определиться надо. Ну хватит из года в год. Вы повторяете. Пожалуйста, запишите. Владимир Николаевич. В рекомендации. Спасибо вам большое за выступление. Владимир Николаевич, ну научитесь еще кого-то слушать, ладно? Спасибо. Спасибо вам за выступление. Мне будет поручение Федеральной налоговой службе специально разобраться, что происходит с налогами в Республике Хакасия. И если ваша информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Вопросы вы подняли правильные. Принимаются. В наших рекомендациях они найдут отражение. У нас Сатин Дмитрий Станиславович есть у нас? Где он у нас? Поднимитесь, пожалуйста. Да. Встаньте, что вас тоже увидели. Это заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. Вот мы вас назначаем лично, Мишустину глубоко уважаемому, но доложите. Лично за ситуацию в Хакасии. Разберитесь. Потому что делать такие голословные заявления, что там все мошенники, это неправильно. Это нельзя. Это можно в суд на них подать. Но тем не менее, если руководитель законодательного собрания, который нас не слушает, а разговаривает. Мы вас слушали, коллега, представитель парламента Хакасии. Я говорю о Хакасии, вы разговариваете, сидите. Так вот, пожалуйста, с выездом на место проверить все, либо поправить представителя парламента, либо навести порядок для увеличения налоговой базы республики Хакасия. А на это у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok